Центр мониторинга окружающей среды занимается контролем атмосферного воздуха, поверхностных и морских вод, радиационным загрязнением в Крыму. Для мониторинга атмосферного воздуха в шести городах республики – Красноперековске, Армянской Керчи, Ялте, Симферополе и Севастополе – были установлены стационарные посты наблюдения. В каждом городе их по два. Старые посты, которые работали в Крыму еще с 1984 года, были модернизированы только в 2017. Так, Новый пост проводит мониторинг четыре раза в сутки. В 7 утра, в 13 и 19 часов и в час ночи. Результаты мониторинга окружающей среды в Симферополе оставляют желать лучшего. Мы наблюдаем превышение предельно допустимых концентраций по таким показателям, как взвешенные вещества и оксид углерода. Вот по Симферополю мы зафиксировали и в марте у нас было превышение предельно допустимых концентраций по оксиду углерода и по взвешенным веществам. И в январе, и в феврале, ну и в принципе и в прошлом году. Ну, цивилизация идет вперед. Население хочет пользоваться благами и дышать чистым воздухом. Оно как бы, оно не очень совместимо. Весь процесс начинается в этом помещении. Загрязняющие вещества здесь в основном отбираются в ручном режиме. Но есть и газоанализатор, который автоматически отбирает оксид углерода. Память прибора записывается до трех тысяч показателей. Есть и приспособление, которое в ручном режиме отбирает пробы атмосферного воздуха. Мы вот такую кассету вынимаем, заряжаем ее и ставим на четыре срока. Они работают. Отбирают в час дня, в 19 часов вечера, в час ночи и в 7 утра. Вот этот блок отбирает сутки. Кроме того, в центре мониторинга есть приборы для отбора пыли, которые также работают в ручном режиме. В них вставляются специальные фильтры. Цвет нового фильтра и уже использованного, даже для обычного обывателя, заметно отличается. После все материалы отправляются в специальную лабораторию, в которой определяют результаты мониторинга. В том числе сотрудники лаборатории проводят проверку реки Салгир в черте Симферополя, выше города и в устьевой части в селе Двуречье. Мы определяем 35 показателей. Из них загрязняющими характерными являются азотная группа, группа фосфор-фосфаты, химическое потребление кислорода, синтетические поверхностно-активные вещества, а также нефтепродукты. Так, по словам специалистов, река Салгир слабо загрязненная. Количество загрязнений находится в допустимых пределах. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.